Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот непривитый перчик Вот И получается так Вот Санкт-Петербург Вот не хотят перчики расти Я скорее всего думаю, что Вот эта вот гнилая Страшная, смертельная агротехника Поэтому не растут Нельзя перчик белить Потому что слово белить уже отменили Теперь здесь слово красить И теперь это уже не побелка А покраска Я ничего не забелить ни яблони, ни груши, ничего но персики самые нежные, понимаете это фрукт самый, почти сутропик и уж ему-то больше всех достается от наших этих медвежьих объятий когда любя, он не сажает деревья потом вспомните, они же скалятки, ветки отряды, все, лезут и отряды мы все это проходили то есть персик, если растет из кочки, пусть себе растет так, еще покажу вам а если привитый, тоже пусть себе растет вот, ну и теперь что получается, везде холодно вот например сейчас, в Костровской области братом мы каждый день на связи там сейчас холоднее, чем у меня у меня была дико, эти дни три дня, дикая жара, невероятнейшая вот, вплоть до потери сознания, так, моего сознания, а у него холодно вот, ну зимой по-разному бывает и там, и тут если персик укрывать, тут это целая наука может быть, никто это науки в Санкт-Петербурге то я не знаю почему? да, но это легче, чем сохранить под каким-нибудь утеплителем но мы это тоже проходили вот, и теперь получается так люди есть, которые и мне приходят такие я сразу, у меня транс вот, сердцебиение давление скачет укрывает абрикос ну ура, укрывает бывает год, два, три под снегом цветет а потом, раз, и нет абрикос вот, я вам утверждаю что в таких районах капризных невероятно персик укрытый все-таки не так сгноит легко как абрикос и можно сделать так что вот эти зимние перепады когда посреди зимы плюс-минус, плюс-минус то, чего, слава Богу в Сибири нет поэтому мы вас как-то обошли но именно персик укрытый может перенести я вам помню, ты показывал там я его назвал чум-термос знаете, когда медленно в этом чуме фотографии показывал все, укрытие показывал все на Баевске они свои вот очень медленно остывает а уже раз критический мороз закончился пока под чумой застывает потом раз, плюсовая температура а он пока нагреется под этим чумом вот шик-шик вам пока пока нагреется уже и он теперь прошла и в результате получаются не вот эти вот скачки как у вас в Питере я знаю, что говорю вот а получаются сглаженные вот понятно, да? еще пример значит у нас очень широко распространено ведь многие пытаются выросить из косточек ну чем говорить питомник как персик это как правило импортный потому что ну нет персиковых садов ну нету и в Питере нету и тот же где брат Костроми нет а у брата есть в Сибири получил от меня и получил и довел до плавношения и что же это делать-то для начала хотя бы не уродствовать и не применять эти приемы я еще раз показываю вот это вот фотография которую я получил это я для Питерсу говорю вот с косточки растит наиск из этих самых сантиметров закопал помните моя фишка моя болезнь это когда я уже злюсь я не могу понять неужели вы не знаете что в природе косточка падает на поверхность пусть одна из тысячи просто ну чтобы хотя бы одна из десяти или одна из двух ну тогда хотя бы чуть-чуть прикройте ее землей но символически а что вот так там не выращивают человек хочет посадить персик он с косточки вырастет и здесь человек взял и с косточки вырастет но это мой ученик дай ему Бог здоровья я не помню не помню ничего но дорогой друг эта фотография я ее показывал не меньше двух раз пусть будет третий раз эта фотография попадет в самую настоящую сокровищницу это будущее назовите это монографию назовите это книгами назовите это диссертациями это будет основополагающее почему потому что человек закопал как положено как его учили и сейчас есть люди со званиями которые говорят закапывайте сколько я про это говорю он закопал вот потом полный отчет Константин Ильич у меня персик растет я говорю ага растет глубоко закопал может он 6 может 8 сантиметров я попросил его срочно раскопать он раскопал и пришел мне прошел месяц на вот этом закопанном месте видите оно было закопано когда он раскопал появились что почки эти почки это есть скелетные ветки вот эти почки а когда сажен был в проекте когда зародыш только развивался развивался зародыш а у зародыш это будущее дерево вспоминаем корни вспоминаем крона вспоминаем самое главное что осталось вспомнить вот семя доли и корневая шейка так семя доли и корневая шейка и вот когда он раскопал я уверен что это дерево до сих пор у него живо понимаете а теперь скажите я что все тысячи косточек заглубленных а может быть миллионы по всей России пытаются прям покупают идут письма потоков купил косточку на рынке посадил просла вопрос как глубоко посадил видите сколько я вам наговорил вот это одна я вообще не могу еще 10 причин есть но я пока хотя бы те которые вопиют но каждого предупредить я прожил вебинары вы их друг другу не присылайте ссылки по друзьям нас мало пусть мы в терняшках но все равно нас мало ну еще уже не выдержу еще одну фотографию мне присылают видео я с удовольствием посмотрел вот у этого человека черный пар ну не трудно тогда что это юг а вы попробуйте такой со штабом голым голым штабом вырастить в Костомской области или в Сан-Перри а вот тут точно умрет вот это где-то юг это юг России может быть Украина Беларусь самый юг и у человека надо делать штаб у них и у таких профессионалов есть основания первое теплее намного значит не так легко заморозить второе обрабатывается почва вся обрабатывается почему потому что это машинная обработка дерева когда обычно с трактора не слезая а вспахивают б барануют в поливают вспомните капельный полив так вот г опрыскивает если есть что собирать еще есть собирать не седать трактор вспомните Финлядию пусть там не так было там были яблони но в принципе тоже про Финлядию вы много говорили вот и многие из вас должны это помнить вот это не для нас а видео запускают для того чтобы люди посмотрели поставили лайки или как там количество просмотров понимаете вот весеннее работа с окулевкой показывают всем и человек берет и начинает делать штамп вот я столько наговорил только благодаря вот этому вот вот про то что можно ну совсем худо теплица вырастите будут вот они вот видите это привыка на абрикос и тоже теплица и это привыка на абрикос вот пожалуйста нет и не пытайтесь не пытайтесь это уж такие специалисты боже мой какие они специалисты сказали бы мы не умеем вот а то это мы знаем еще я покажу первый персик почему вот смотрите чтобы вы знали почему нельзя персику регулировать крону кроме особых случаев да вот это вот саженец персика посмотрите внимательно я очень стараюсь видите я сохранил весь корень раз и крону видите значит что да при пересадке он был грубо вырван из земли ему пока он переживется в это время будет страдать скелет будут страдать листья листья будут неполноценные начнется загнивание которого вы не увидите значит что хотя бы третья лучше половину отрезать это необходимость вот а я за это уже тоже это самое заработал оппонентов которые свои доводы которые со мной не согласны вот но если брать в целом представим себе что вы посадили косточку и вы получили вот такой как мой вот мой персик что тогда тогда это идеал к которому мы должны стремиться и никаких извращений поняли ни таких ни других ничего только отрезаем полкроны при пересадке вот я объясню ниже почему теперь посмотрели на это так и читаем то что вот это самое это должно быть постулат должно быть законом корни и кроны единый организм все что вы режете тут сколько я уже эти 19 век эти топанные рисунки в книгах отрежем слишком длинный корень так и отрежем слишком длинный корень мне давление скачет а что я могу сделать он уже сто лет могиле мне даже фамилию неудобно называть очередного гения отрежем слишком длинный корень что это такое поэтому я все время надеюсь что у нас будет больше пусть прибавляться будет понемногу но когда-то мы должны победить единый организм это значит все это полное соответствие если вы по высоте требования косточка упала сама поросла или мы прикопали на символический потому что как-то если земля взойдет одна из сотни не обрадуйтесь так нет